Девушки отдыхают Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях замечательная певица Александра Краснова, более известная в Южно-Казахстанской области как певица Сандра. Саша, очень рада видеть вас сегодня в нашей студии. Так лирично, замечательно вы исполнили эту композицию. Прям улыбка не сходит с моего лица, как вы видите. Саша, скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь творческой деятельностью? Как давно вы поете? Пою я с раннего детства. Это непрофессионально было, и в принципе до сих пор это непрофессионально. Я не имею образования музыкального. А пою, можно сказать, с пеленок, как только открыла, и сразу пошла песня. А вот вы говорите, что у вас нет музыкального образования. А кто вы по специальности? Я психолог. А почему вот такой разнос в профессии и в любимом деле? В подростковом период, когда я училась еще в школе, я прям твердо решила, что я должна стать психологом. Именно подростковым, именно работать в школе с детками, чтобы они имели возможность высказаться. Я проработала, но музыка все равно взяла свою. И вот прям это просто состояние моей души. Хорошо. Саша, скажите, а в каком жанре вы больше всего исполняете композиции? Какие именно? Лаунг, джаз. Исполняем. Недавно мы стали пробовать петь песни на казахском языке. Вроде получается. То, что вы поете и музыкальные предпочтения, которые вы любите, они друг с другом схожи или нет? Вполне. Они прям, это как звучат прям в унисун со мной. Мой выбор песен. А вот кто ваш самый любимый певец? Очень нравится мне исполнение Тины Кароль. Мне нравится ее подача, мне нравится ее голос. Это прям просто такой диапазонщик. Мне нравятся ее песни. Они такие прям проникновенные, такие душевные. Но выбираю я все-таки более спокойные, что вот говорю, да, вот про лаунж, которые заставляют просто расслабиться, не напрягают слух и приносят такое вот умиротворение. А можно сказать, что музыка это ваша жизнь? Вполне можно сказать. Это действительно моя жизнь. Как домочадцы относятся к вашей любви, да, к музыке? Поначалу это было сопротивление. Прям воспринималось это все в штыки, потому что это воспринималось не как серьезное увлечение. Более так, когда я работала по корпоративам по каким-то, это вечерняя работа, и муж хотел, чтобы я сидела вечером дома с ребенком, с ним, а я не приходилось уезжать. Вот. А сейчас, на сегодняшний день, все как-то круто поменялось, как-то мы, наверное, больше с ним стали разговаривать, и он просто понял. Он понял, что это действительно необходимо. Без музыки я просто, не знаю, я не я, меня нет. Я готовлю, пою, пошла там, иногда замечаю, что пошла там через двор на кухню, пою, иду к машине, пою. Абсолютно везде со мной идет музыка. И когда мы с ним поговорили, я сказала, что нет другого варианта. И он решил, говорит, хорошо, тогда будем делать это вместе. И он стал моим продюсером. Вы сами сказали, что вы поняли, что без музыки я не я. А вот в какой момент это произошло? Я пыталась работать, в школе я работала, я пыталась работать мастером по наращиванию маникюр. Я, в принципе, там тоже рисовала, как-то проявляла себя, для меня это было. Но музыка все равно не отходила никуда. Понятно, творчество это интересно, это приятно. А насколько это прибыльно, вот у нас в области именно? Ну, у нас город свадеб. У нас люди очень много тратят именно на какие-то мероприятия, особенно свадьбы. Поэтому это очень прибыльно, я вам скажу. Секрет. Хорошо. Вот что касается вашего имиджа. Я вижу, что вы выглядите безупречно. Вы работаете со стилистами, с визажистами или все сами? Мой стиль, как вот одежда, допустим, волосы. Это я из своей головы так подбираю. Я прям вижу себя, что я должна сегодня одеть, как я должна выглядеть. А по макияжу мне помогает моя подруга. А что касается вообще конкуренции у нас в Южно-Казахстанской области? Насколько сложно конкурировать с другими артистами? Ведь у нас в области немало талантливых певцов, исполнителей. Сложно вам? Да. Это вполне живая конкуренция, здоровая. Прямо я вам скажу, что она здоровая конкуренция. И она, наоборот, как-то подбатривает тебя, чтобы ты что-то делал еще. Если ты будешь стоять на месте, если не было бы конкуренции, ты бы и не развивался, в принципе, как личность, как музыкант. Вот вам что не хватает, чтобы выйти на большую сцену? Что нужно? Ну, я думаю, что сейчас для начала нужен человек, который напишет мне песни, которые я могла бы исполнить. А дальше уже это дело, можно сказать, техники, когда люди услышат, если этому будет нравиться, если будет моя песня звучать по радио часто, и это будет на слуху, значит, я все делаю правильно и продолжать в этом же направлении. Саш, ну вот очень много телевизионных шоу, да, музыкальных, именно, проходит на разных каналах, в разных городах, в разных странах. Не было ли желания попробовать себя в них и стать настоящей звездой, такого, большого уровня? Перед тем, как прийти сюда, я выпила валерьяночки, чтобы не переживать, никак не волноваться, но все равно волнение не уходит. Поэтому, чтобы идти на такие большие конкурсы, это нужно себе в такой уверенности иметь. Я не знаю, сколько ее нужно добиваться, этой уверенности, но каждый раз, как в первый раз. А пробовать себя в конкурсах пыталась, и так думаю, что буду пытаться. Самый первый мой конкурс, это был романтианда. Я участвовала, мне было 15-16 лет, я училась как раз в театральном. Наш Сан Саныч на гармошке играл, он просто услышал, увидел, как это делаю я, потому что, хоть я училась в театральном, но все равно музыка, она прям с меня перла, вот так вот. И он предложил мне участвовать в конкурсе. Мы выучили две песни, которые больше подходили мне по голосу, и я заняла приз зрительских симпатий, или как выиграла этот конкурс. Вот второе место было. В 17 лет я решилась пойти на Суперстар. И я пошла, я пришла, стала исполнять, стала, и вот понимаешь, что я начинаю нервничать, на меня вроде смотрят, мне говорят, продолжайте, продолжайте, и вот этот вот какой-то вот ступор, я вроде пою на автомате там, а глаза, вот нет вот этого контакта, нет уверенности, опять же. Вам не удалось тогда пройти отборочный? Нет, не удалось. Мне сказали, что мне позвонят, но почему-то звонка не последует. Что касается фонограммы, вы за фонограмму или против? Я категорически против фонограммы. Вы всегда вживую поете? Я всегда пою вживую, да, это не всегда меня устраивает, потому что звук не всегда соответствует тому, что, допустим, хотелось бы услышать, но стараюсь петь вживую. Не то, что стараюсь, я пою вживую. У меня нет, у меня нет плюсовок, у меня нет фонограммы, которая бы запускалась, бы я там открывала, как рыб-коров. Нет, абсолютно нет. Это всё вживую, потому что я должна донести до своего слушателя то, что я на данный момент пою. Пусть даже это будет на английском языке, он даже это понимать не будет, но на уровне именно ощущений он всё равно поймёт. Какие цели перед собой ставите на ближайшую пятилетку, давайте скажем? Кем вы видите себя через пять лет? На большой сцене свой альбом, а, на большой сцене свой альбом, как минимум 10 своих песен. Очень хочу начать петь на казахском языке, и если это будут свои собственные песни, которые можно будет исполнять, да, я буду просто, это моя самая большая мечта, петь на казахском языке свои песни. Саша, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Особенно мне бы хотелось, чтобы вы дали совет тем, кто хочет начать петь, да, и хочет выйти на большую сцену, что им нужно делать? Никогда не сдаваться, верить в себя. Ваши близкие, если вдруг, если вдруг они не будут поддерживать вас, в конечном итоге, когда они увидят ваше стремление и результаты того, что вы делаете, в конечном итоге они будут с вами заодно, поверьте. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok